Продолжаем разбор комментариев Лены Власовой в Instagram, тема, которую она затронула, достаточно объемная, обширная и сложная. В комментарии Лена пишет такую фразу «Алистер Кроули сказал, закон есть я». Давайте я задам встречный вопрос. Лена, откуда вы знаете, что «Алистер Кроули» был? Откуда вы знаете, что он это говорил? Откуда вы знаете, что даже если он это говорил, что это соответствует действительности? Теперь я хочу применить следующий метод. Я часто его использую на консультациях. Это принцип противовеса. То есть я буду задавать некие такие вопросы встречные, наоборот. А что если, вот, например, давайте представим, появилось какое-то сенсационное открытие, неважно, там философские камни открыты, ящик Пандора, еще что-то, и где пишется, что, например, «Алистер Кроули» оставил сногсшибательное заявление о том, что нет такого закона. Или там закон трактуется совершенно по-другому. Или вообще то, что он писал, он ошибался. Что будет тогда с вами? Что будет с тем знанием, на которое вы опираетесь? Вы должны задать себе этот вопрос. Все, что вы знаете, вы восприняли извне. И заметьте, ведь информационное поле всегда держит вас в состоянии конфликта. То есть сегодня это говорится одно, завтра это отрицается. Опять предлагается что-то новое, и снова потом находится какое-то отрицание или какой-то конфликт во всем этом. То есть задача информационного поля, чтобы человек всегда чувствовал себя нестабильно, чтобы человек всегда чувствовал себя потерянным, что якобы есть какая-то большая махина, большая сила, и человек такой маленький, никчемный, несмышленный, такой весь несовершенный и зависящий от какой-то большой-большой-большой силы. Вот откуда продуцируется все кумирство, все религии, все авторитеты. Потому что это, во-первых, потакание образа жертвы. Это, во-вторых, желание переложить ответственность себя на что-либо, кого-либо еще вовне. И еще главный принцип информационного поля – разделяй властвы. Потому что чем больше информации человек избивает, тем больше он не уверен, и тем меньше он вообще доверяет себе. То есть он больше и больше пытается найти какую-то другую информацию, которая его успокоит. И это бег в колесе. Такой же принцип бега бесконечного, когда не будет найдено никакого ответа. Давайте подойдем вот к чему. Сегодня мы рассматриваем, что же такое мышление. Вот задайте себе вопрос, что такое, когда процесс, какой это процесс? Когда вы думаете, где вы находитесь? Вот что такое, когда вы думаете мысль? Посмотрите, будучи в наблюдении, вы уловите то, что вы находитесь внутри мысли. Вы находитесь, как будто вы едете внутри нее, как будто вы внутри ментального потока, как будто этот поток куда-то вас несет. И вы фактически ничем не управляете. То есть опять некий такой образ, вы такой пассажир, вы некая жертва. И заметьте, вот информационные источники часто наперебой насаждают вам то, что вот ловите интервалы между мыслями, пробуйте останавливать внутренний диалог, ищите состояние не ума Знаете, для чего это делается? Это специально, чтобы вы не пришли никуда, это специальная ловушка, потому что по факту там ничего этого нет То есть информационное поле не содержит истину, оно не содержит выход, оно не содержит свободу И поэтому искать все эти вещи там, ну это абсурдно и печально Запомните, человек – это сон абсолюта, то есть абсолют, который спит и не помнит, что он абсолют В человеке есть две ипостаси, да, ипостась матричная, то есть принадлежащая данной реальности, и это личность, и это ментал И в человеке есть сущностная, это сознание, это абсолютная чистота, и это свобода И для чего они встречаются? То есть рождается некий такой плод, да, это чистая осознанность Осознанность чего? Осознанность одинности себя, настоящего, бытийного Наверняка вы этого толком нигде не встречали, потому что задача информационного поля – насаждать, что всегда чего-то очень много Всегда какая-то различная многоуровневая информация, многопрофильная, какая угодно Вы даже просто задайте себе вопрос, почему так много религий, так много культур, столько всяких отличий Хотя ведь абсолют один, не кажется ли вам это странным? То есть кто приложил руку к тому, что источник один, а отражений такое количество То есть отражения не являются источником, они являются забвением его, они являются неведением об одинности, о целостности О том, что источник всегда только один и совершенен, и закончен в своем совершенстве Итак, будучи в мышлении, постарайтесь отследить вот что – вы думаете мысль или мысль думает вас Вы выбираете мысль или мысль выбирает вас И это не одно и то же, и важно это не путать Дело в том, что когда вы по умолчанию находитесь в мыслительном потоке, находитесь внутри мышления То вы находитесь в неком состоянии аффекта, когда вы не понимаете даже, к чем все это закончится, куда это приведет Наоборот, когда вы соприкасаетесь с мыслью, вы как бы скользите, вы как будто едва касаетесь Это и есть принцип ходить по воде, вы не ныряете на дно И это и есть своего рода и свобода, и разотождествление одновременно Причем без всяких ментальных усилий или личностных повадок Так вот, это разотождествление начинает вам показывать не просто, что это за мысль стучится к вам А куда она ведет? Траекторию ее движения, траекторию ее развития, итоговость, куда она может привести И вот тогда, когда вы в наблюдении, когда вы уже не так обусловлены, то есть вы больше разотождествлены У вас появляется возможность быть собой, быть хозяином, когда мысль служит вам, а не наоборот Я хочу вам предложить еще такую конструкцию, например, взять Дюма, Три мушкетера, Боярский, который исполняет роль Д'Артаньяна Вот смотрите, если Боярский берет эту пьесу и заходит в нее, начинает играть, он не может прийти и что-то там менять То есть человек, если он думает, что он может прийти и что-то изменить в ментальном информационном поле, невозможно, это утопия Поэтому вернемся к Боярскому и к Д'Артаньяну Не может Боярский прийти и сказать, уберите лошадей, дайте мне бендли, сделайте так, чтобы Констанция не умерла, чтобы она была жива Нет, он подчиняется той структуре, которая есть, тем развитием событий, которые там существуют Это фиксированные структуры ментальные, ее задача держать вас в жертве, держать всегда, чтобы вы хотели и не достигали Где же находится свобода? Свобода находится в разотождествлении с образом Именно когда Боярский вспоминает, что он не Д'Артаньян, в этом есть ключ То есть разотождествление, он может соприкасаться, он может взаимодействовать с этим образом Но важно не быть внутри этого образа Быть внутри образа, это и есть клетка, тюрьма, несвобода и сон Будьте бдительны, будьте внимательны И еще, Лен, вот вы пишете там, допустим, что же за две тысячи лет ничего и не изменилось Лен, откуда вы знаете про две тысячи, двадцать две тысячи, двести двадцать тысяч Или вообще никаких тысяч не было Обратите внимание на то, что эта информация не ваша, она извне Ваша эта информация, это когда вы слышите ответ собой Будьте правдивы, будьте честны, будьте бдительны Слушайте, будьте слушаним себя На сегодня пока все, до встречи, пока, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok